Уважаемый суд, я полностью поддерживаю доводы, изложенные в моем заявлении о признании, оспариваемое мною решение Роспатент в коллегиальном составе 9 октября 2022 года, незаконным, недействительным. Считаю, что мои права, предусмотренные Конституцией, ее статьей 21-44, нарушены. На момент открытия мною краткого доказательства великой теоремы фирмы, которая выгравирована лазером на изделии, патентуемые в Роспатент, действовало положение о научных открытиях, изобретениях, утвержденных в постановлении правительства СССР номер 584 от 21 августа 1973 года. Оно определяет, что открытием является получением научного результата оригинальным, ранее неизвестным науке способом. При этом это положение не оговаривает способы изложения этого научного результата. Свои научные результаты я изложил в ряде публикаций, включая публикации, которые входят в индекс ВАГ, включая публикации, которые входят в российский индекс научного цитирования. Что произошло дальше? Хочу заметить, что в 2020 году мной был подготовлен доклад в Московском госуниверситете, посвященный поиску открытия в этом докладе в размере одной странички, таковы были жесткие требования изложения тезисов. Я сформулировал главную идею найденного доказательства – конфликт между формой и содержанием. Что если великая теорема фирма дать в сопоставление гиперкубы соответствующей размерности, мы никогда не можем добиться одновременного соблюдения условий разенства объемов и формы этой конструкции. С тех пор, прошло уже три года, от этой идеи я не отступил, меняется только лишь ее интерпретация. Так, например, в последнем документе, который я направил сегодня, пояснение по делу, вместо гиперкубов я использую шары и сферы. Для того, чтобы снять возражения ученых относительно того, является ли слой, который охватывает гиперкуб, фигуры размерностью на единички меньше, чем охватываемое им объем, пространство. Из курсов физики и математики известно, что длина окружности на единичку меньше, чем площадь круга. Площадь сферы на единичку меньше, чем объем шара. И поэтому каждый раз, когда мы стараемся сопоставить в этой конструкции большую сферу с множеством из малых сфер, мы вынуждены совершать отдельные операции сравнения, математически это выражается, отыскать функцию эквивалентности, которая действует с каждым классом эквивалентности отдельно. Класс эквивалентности в данном случае размерность. На каждом глобусе имеется меридиан. Размерность этого меридиана единица. Размерность шара тройка. Размерность сферы, которая охватывает этот шар двойка. Так вот, если такая функция, отображающая большую сферу на множество малых сфер, существует, то в этом случае она должна с каждой размерностью работать отдельно. Это приводит к необходимости решения системы уравнений, которая противоречит равенству треугольника в евклидовом... Не равенству треугольника, я говорился, в евклидовом пространстве. Такое решение неразрешимо. Это знает любой школьник. Роспатент, утверждая, что мое доказательство является недостоверным, вводящим в заблуждение, нарушает основы общественной морали и нравственности, допускает голословные утверждения. Ни одного доказательства выше перечисленного Роспатент в дело не представил. Орлова исследовала лишь одну грань из шести. Голословное утверждение о том, что мое доказательство является плагиатом с доказательства Эндрю Уайлса, не выдерживает критики. Поскольку Эндрю Уайлсу не потребовалось бы 140 страниц, чтобы изложить те идеи, которые я сейчас сообщил за несколько минут, уважаемый суд. Таким образом, этот доказательство является новым, ранее неизвестным науке. Оно опирается на общепризнанное знание школьной программы преимущественно и представляет большой интерес для педагогики, для утверждения приоритета России в научной сфере, для нашего противостояния в когнитивной войне, которая нагнетается Западом, для того, чтобы обратить внимание законодателя, политиков на необходимость государственной регистрации открытий в Российской Федерации. Поэтому я прошу оспариваемое решение Роспатент отменить, как незаконное. Обращаю внимание на нарушение Роспатента ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса, обязывающий госорган приводить доказательства, на которые этот госорган ссылается. За истекшие долгие месяцы и даже год, с учетом предыдущего нашего спора, судя по интеллектуальным правам, Роспатент не перевел ни одного доказательства состоятельности того, что это доказательство аморально, безнравственно. Наоборот, оно соответствует принципам общественной морали и нравственности в том смысле, в котором этому способствует просвещение массовое образование. Великая теорема Ферма относится к жемчужинам математического знания. Я хочу, чтобы это доказательство, сделанное в России, осталось именно в России. Американская наука не имеет к моему доказательству никакого отношения. Спасибо, я все пояснил. Спасибо.